Привет, друзья! С вами канал HiEnglish, и сегодня мы разбираем 18-ю грамматическую тему. И мы дальше будем продолжать разбирать Present Perfect и сравнивать его с Past Simple. Сегодня мы поговорим о Time Expressions, временных выражениях, временных маркерах. То есть, какие выражения используются с Present Perfect, а какие временные маркеры используются с Past Simple. Итак, мы рассмотрим Ever, Just, Yet, Already, уже, Since, с тех пор, как, For, на протяжении, Ago, назад. Итак, начнем мы сначала с Present Perfect, с выражениями, которые употребляются в Present Perfect, точнее, с маркерами. И потом мы сравним некоторые выражения, маркеры, которые употребляются и с Present Perfect, и с Past Simple. А потом рассмотрим Ago. Итак, поехали! Present Perfect, we use the Present Perfect with, мы используем Present Perfect с Ever, Never, Ever, Never, Ever, Never, Ever, Never, Ever, Ever, Это означает когда-нибудь, 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 когда-то, да, когда-то. Never означает никогда, никогда, то есть, ever, anytime, в любое время, хотя бы, когда-то, not, anytime, never, никогда. Например, когда вы можете употреблять ever? Present Perfect, да, мы идем, ведем речь о Present Perfect. Например, have you ever seen a lion? Вы когда-нибудь видели льва? Have you ever seen a lion? Это ever, употребляется с Present Perfect. И можем употреблять never. I've, сокращенная форма have, I've never seen a lion. I've never seen a lion. Я никогда не видел льва. Ever, never. Вы здесь употребляете Present Perfect, когда говорите о вашем опыте. Есть ли опыт ведения льва? Или нет опыта? Например, я могу спросить, вы когда-нибудь были в Лондоне? Как вы спросите? Правильно. Have you ever, когда-нибудь? Have you ever been to London? Have you ever been to London? Дальше, следующий маркер, это слово just. Just – это вот только что, только что, буквально пару минут назад. Например, Is Peter here? Peter здесь? No. He has – это has, так сократилось к апострофу s. He has just gone out. Он только что вышел. He has just gone out. He has just gone out. There he is. Вон он там. То есть, just означает только что, и как мы видим, just используется в каких предложениях? Правильно, affirmative, утвердительных предложениях. Yet мы употребляем в вопросах, в конце предложения обычно. Видите, вопросительный знак и yet. Вот здесь yet употребляется в вопросах в конце предложения. То есть, yet – это уже, уже, но уже, когда мы ставим вопрос. То есть, не я уже это сделал, а ты уже это сделал. То есть, смотрите, есть already – это означает уже, но в повествовательных предложениях, в утверждениях. Have a sandwich. Съешь сэндвич. No, thanks. I have already eaten. Я уже покушал. I have already eaten. Already употребляется в утвердительных предложениях и означает уже. Уже. Давайте я вам здесь так напишу. Уже. Yet означает тоже, уже, но употребляется в вопросительных предложениях. Have you finished your homework yet? Ты уже закончил свое домашнее задание? No. I'm still doing it. И здесь I'm still doing it мы говорим о том, что действие продолжается. Я все еще делаю, да, делаю. У нас есть процесс, который продолжается. Это present continuous. Present count. Continuous. Итак. I'm still doing it. Have you finished your homework yet? No. I'm still doing it. Я все еще делаю причинение. Already. Уже в утвердительных предложениях. И since. Смотрите, since – это точка во времени, когда что-то началось. И это что-то, оно длится до настоящего момента. Например. I have lived in this town since 2008. То есть, я живу в этом городе, начиная с 2008 года. То есть, здесь, видите, I live here now. Я все еще живу в этом городе. Я все еще живу в этом городе. То есть, я начал жить в 2008-м и все еще живу. Поэтому я употребляю present perfect с since. Дальше. Смотрим дальше. Когда present perfect, когда past simple. Есть у нас такой маркер, как for. For, он показывает период времени. Например. I have lived in this town for three years. Так как я все еще живу в этом городе. Смотрите. Вот я начал жить здесь. Я год прожил, второй год и третий год. И я дальше продолжаю жить в этом городе. I live here now. Я все еще здесь живу. То в этом случае for употребляется вместе с present perfect. I have lived here. Потому что present perfect не просто так называется present. В настоящем времени. Дальше смотрим следующий пример. I lived. Я жил. I lived in that flat for two years. То есть мы имеем for, но здесь for мы употребляем с past simple. Почему? Потому что сейчас я здесь не живу. Я жил здесь с 2003 по 2005. И сейчас я уже не живу. То есть я говорю о каком-то времени в прошлом. То есть я жил на протяжении двух лет. И сейчас я не живу. I lived in that flat for two years. But I don't live there now. Смотрите, если бы я еще продолжал жить и сейчас, я бы сказал I have lived in that flat for two years. Все. And I live now. I have. Я бы употребил. Present perfect. И дальше. Past simple. Ago. Что значит ago? Ago это тому назад. Две минуты тому. I started learning English a year ago. Назад. Год назад. Я начал. I started learning English. После глагола start мы используем глагол с окончанием ing. Он называется герунги. Я вам потом о нем расскажу. I started learning English a year ago. A year ago. Год назад. I started learning English a minute ago. I started learning English a month ago. I started learning English two weeks ago. И так далее и тому подобное. Ago это такой красивый маркер Past Simple. Запомните это, пожалуйста. И теперь переходим к упражнениям. Не забывайте подписаться на канал. Подписаться на... Нажать на такой колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, которые появляются на этом канале. Поставить лайк. Спасибо вам большое за это. И теперь делаем упражнение. Так. Что... Давайте сделаем так. Сейчас я вам прочитаю, что нужно сделать. Нужно match each sentence one seven. Здесь вот эти предложения. Один семь. One seven. With an explanation. Нужно сопоставить. Match это сопоставить. Сопоставить семь предложений с объяснениями. Вот эти объяснения. A, G. Например. Jim has just written a book. Jim только что написал книгу. То есть есть результат. Книга написана. Употребляется Present Perfect. У нас выбрано D. Почему? D смотрим. Что D? He finished a few days ago. Он закончил пару дней тому назад. He finished a few days ago. Хорошо. То есть акцент делается на том, что действие закончено. Да? Хорошо. Теперь ставьте на паузу, делайте скриншот и постарайтесь сами сделать это упражнение. Потом мы проверим, насколько вы правильно сделали или нет. Итак, продолжаем делать упражнение. Второе предложение. Has Jim written a book yet? Это вопрос. Начинаем с has. Потом кто? Jim. Потом что? Written. Глагол, да. Has Jim written a book yet? Какой ответ? Смотрим. This is not his first book. Это как-то не очень. Это не его первая книга. This is not his first book. Has Jim written a book yet? Наоборот, это его первая книга. Мы спрашиваем. Он уже написал какую-то книгу. Это не определенный артикль. Does Jim write books? Jim пишет книги. Does Jim write books? Has Jim written a book yet? Уже он написал книгу? Это значит, does Jim write books? Jim пишет книги. Как-то не очень. He finished his book last year. He finished his book last year. Он закончил свою книгу в прошлом году. Запомните это предложение. Нужно подобрать нам будет к какому-то слову, которое означает last year. Сюда оно точно не подходит. He finished a few days ago. Пару дней назад. A few days ago. A few days ago. Вот наше слово ago. Означает назад. Тому назад. A few days ago. Пару дней назад. Jim started writing in 2006 and has written two books between then and now. То есть он уже, он начал писать книги в 2006 году и написал две книги. Между 2006 и нынешним годом. Дальше. If Jim doesn't write books? Jim не пишет книги. Может быть, кстати. Jim doesn't write books. Has he finished a book? Ага. Здесь стопудово то, что нужно. Он закончил книгу. Has he finished a book? Он уже закончил книгу? Has he finished? Finished, закончил. И у нас здесь есть yet. Has Jim written a book yet? Он уже написал книгу? Мы можем также сказать. Has he finished a book? Уже закончил писать книгу? То есть ставим ответ G. Дальше. Jim has already written a book. Jim уже написал книгу. И, кстати, здесь у нас вопрос. И у нас было, я только сейчас заметил, два вопросительных предложения. То есть одно из них должно быть здесь. Давайте поступим так. Посмотрим, какие вопросы еще у нас есть. У нас есть шестой вопрос. Has Jim ever written a book? Jim хоть когда-нибудь писал книгу? И смотрим. Does Jim write books? Jim пишет книги? То есть он вообще-то пишет книги? Он когда-нибудь писал книгу? Хоть одну? Да. Это подходит сюда. Кстати, это сложноватое упражнение. Jim has already written a book. Уже написал книгу? Смотрим. Already. Это уже. Как я вам сказал. Уже already употребляется в утвердительных предложениях. Да. С чем write books? Мы это использовали. Давайте его красивенько. Мы вычекнем. Да. У нас B есть. У нас D есть. Да. Есть D. И у нас есть G. Так. Продолжаем дальше. Jim wrote a book a year ago. Мы могли... Да. Смотрим сюда. Что мы видим? Мы видим то, что... A year ago. Год назад. Jim написал книгу год назад. Здесь какое время? Wrote. Это вторая форма глагола write. Write, wrote, written. Это past simple. Jim написал книгу год назад. Jim wrote a book a year ago. И у нас есть... He finished his book last year. В прошлом году. Год назад. В прошлом году. Я думаю, здесь все нормально. Подходит этот правильный ответ. Ответ C ставлю. Пятое предложение. Jim has never, никогда, has never, never, никогда, written a book. Никогда не писал книги. Has never written a book. Так. This is not his first book. Не подходит. C мы уже сказали. Вычеркиваем. Что у нас остается? Jim started writing that I know. Jim doesn't write books. Jim has never written books. Ага. Никогда не писал книги. Jim doesn't write books. Jim не пишет книги. He has never written a book. He doesn't write books. Окей. И Jim has written two books since 2006. То есть, начиная с 2006 года. Он уже одну книгу написал и вторую книгу. Он еще жив и будет жить. И может еще и третью напишет. То есть, в таких случаях мы используем present perfect. Потому что по состоянию на сейчас он написал две книги. Так. Поэтому и Jim starts writing in 2006. And has written two books between then and now. Итак. Сейчас у меня должна страница обновиться. Загрузиться данные. Все готово. Дальше. Второе предложение. Смотрите так, чтобы останавливать видео. Делайте упражнение. Потом мы посмотрим, насколько вы правильно сделали упражнение ваше. Так. Underline. Underline это подчеркнуть. Вот специально даже вам слово подчеркнуть. Чтобы вы поняли, что оно означает подчеркнуть. Что нужно подчеркнуть? The correct. Correct это правильный. Correct word. Правильное слово in each sentence. В каждом предложении. Например. Have you ever когда-нибудь visited Slovenia? Вы когда-нибудь были в Словении? Посещали Словению? Visit это посещать. Visit. Повторите. Have you ever visited Slovenia? Ever, ever, ever. Почему ever? Потому что когда-нибудь. Когда-нибудь это ever. Почему yet нельзя здесь? Потому что yet означает уже. И оно ставится вот здесь. В конце перед вопросительным знакомом. В конце предложения. И означает уже второе предложение. Tom has for или just come back from the USA. Мы знаем, что for означает период времени с, например, на протяжении двух лет. На протяжении трёх лет. Трёх лет, да? For. Период. А just только что. Just здесь подходит. Tom has just come back from the USA. Come back – это вернуться назад. Come back. Повторите. Come back. Come back. Вернуться назад. Третье предложение. I am not hungry. Я не голодный. I am not hungry. I am not hungry. Я не голодный. I have since eaten. Или I have already eaten. Конечно, I have already eaten. Потому что since означает точку во времени, например, я уже работаю на эту компанию с 2005 года, да? То есть с 2005 года происходит какое-то действие. И ещё происходит. И дальше, наверное, будет происходить, да? Present perfect. Since. Так, так, так. Давайте already. I have already eaten. Уже я покушал. Jane lived, прошедшее время, in Greece, since fifteen years. Или for fifteen years. Смотрите. Если мы говорим since, то имеем в виду точку во времени. И с этого момента она живёт в Греции, например. Ну, так как нас потребляется здесь lived – это past simple. Past simple – это прошедшее время. Это значит, что здесь now. А здесь, например, fifteen years. Fifteen years – это не пятнадцать лет, а на протяжении пятнадцати лет. Вот пятнадцать лет закончилось в этом промежутке. Вот где-то здесь. А мы заразь здесь. Вот здесь. Это now. Вот здесь мы. Now. Это present. То есть мы говорим о времени, которое уже прошло. Поговорим о past, потому что lived. И поэтому мы будем использовать for. На протяжении for. Именно for показывает период действия. Дальше. Brian and Claire got married ten years ago or since ten years. Нельзя сказать since ten years. Since ten. Или since she was ten. Or since they were ten. С десяти лет, когда мы говорим о возрасте, нужно сказать since ten. Или since she was ten. Or since he was ten. С того времени, когда ему было десять. Так. Married ten years ago. Десять лет тому назад. Ten years ago. Следующее. I can't come out. Я не могу выйти. Come out. Выходить. Это фразовый глагол. Come. Выходить out. Выходить наружу. Гулять. I haven't done my homework. Я еще не сделал. Смотрите. Yet. Я говорил вам, что оно потребляетесь. в вопросительных предложениях. И переводится как уже. Например. Have you done your homework yet? Но здесь, в этом случае, когда оно, это yet, стоит в отрицательных предложениях, оно означает еще нет. Еще нет. В правилах этого прописано не было. Вот. Not finished with... Ага. Да, да, да. With negatives прописано, но нет примера. Да, то есть, пример только в вопросительном предложении. Но здесь написано, что yet, оно используется в отрицательных предложениях и в вопросах. То есть, в отрицательных мы будем это yet переводить немножко по-другому. Будем переводить как еще нет. I can't come out. Я не могу выйти. I haven't done my homework yet. Я еще не сделал мое домашнее задание. Седьмое предложение. Mark has worked. Has worked. Проработал. Молодец, Mark. In Turkey. Ago. Нужно Two years ago. Five years ago. Two minutes ago. Сначала время, а потом ago. Ну, окей. Mark has worked in Turkey since 2008. 2008. Вау, я не знал, что здесь так можно ставить штуки. Давайте закроем это. Опа, опа. А, интересно. Так, третье предупражнение. Опять же таки. Complete each sentence with a time word from the box. Вы берете слово из таблички и ставите его сюда. Опять же, ставите на паузу, делаете упражнение и потом мы посмотрим, вы сделали все упражнения правильно или нет. Поехали. Already. Уже. Помните, что уже оно используется с Present Perfect в утвердительных предложениях. Ever. с Present Perfect в вопросах. Have you ever been for? Мы используем как с Present Perfect, так и с Past Continuous. Кстати, это нужно вам запомнить, что и Present Perfect, и Past Continuous все будет использоваться с for. Just только что. Present Perfect нужен нам. Never. Это отрицательные предложения. Never. Никогда мы используем Present Perfect с Never. и Since это точка отсчета. Since какое-то время действие происходит. Present Perfect. Yet. Отрицательные и вопроцательные предложения означает уже have you done your homework yet или еще нет. Еще нет. Нет. Уже или еще нет. Тоже употребляется с Present Perfect. Итак, поехали. Sue has been on the beach for an hour. Здесь у нас есть промежуток времени на протяжении часа but she hasn't had a swim yet. Но она еще не плавала. Она сидит там на протяжении часа, но еще не плавала. I don't want to see this film. Я не хочу смотреть этот фильм. I have наверное я уже его видела. I have already I have already Wow Вот это я написал. Какой я молодец. Already seen it. Стоп, стоп, стоп. Где мои хорошие форматирования? Ау. Я выбирал классный шрифт. Вот давайте такое сделать по умолчанию. Все будет хорошо. Так. Already Have you been to the Greek Islands? Это вопрос Have you и наверное already уже мы использовали never нет мы в отрицаниях используем yet еще когда еще то в конце предложения если у нас вопрос Have you ever когда-нибудь Have you ever Have you ever 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 Have you ever been to the Greek Islands? Have you ever been to the Greek Islands? Так. Can you wait a moment? I haven't finished я еще не закончил еще в отрицательных предложениях будет yet I haven't finished yet Ouch Ouch an insect has только что меня кусило только что я закричал just только что будет just has just bitten me Ouch шестое предложение George has eaten Chinese food покушал китайскую еду so this is the first time for him это впервые для него молодец поздравим Georgia 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 George has never eaten никогда не ел never 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 никогда не говори никогда never say never седьмое последнее предложение Rick has lived in japan 2008 с 2008 года это очень просто с я думаю вы поняли когда употреблять already ever for just never since yet смотрите еще раз хочу вам сказать что for можно употреблять is present perfect и также for могу употреблять past simple от чего это зависит это зависит от того завершено ли действие или нет то есть если я говорю что я учился в университете на протяжении шести лет то ставить мне интересно я сейчас учусь или сейчас не учусь если я не учусь я буду использовать past simple потому что шесть лет обучения а не в прошлом past simple это законченное действие но если я все еще хожу в университет это актуально сейчас я буду использовать present perfect потому что действие еще длится итак на сегодня все друзья ставьте лайки подписывайтесь на канал увидимся добавляйте в группу социальную все пока 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 Продолжение следует...